На хромом коне в битву не вступают, а вот настоящие олдскульные бойцы выходили в клетку при любых раскладах. Приветствую вас, дерзкие цикады, с вами Федорович. Мир ММА за свою историю повидал немало дерзких противостояний, но есть такие, о которых должны знать и помнить все. В этом видео я вам расскажу о соперничестве двух жестких гладиаторов, которые встречались 4 раза, Куинтоне Джексоне и Вандерлее Силве. Вся наша история началась 16 марта 2003 года, когда на Pride 25 Джексон нокаутировал Рендалмана и во всеуслышании вызвал на бой Силву, конечно же приукрасив этот вызов ярким лексиконом. Как говорится, хорошо, когда собака друг, но когда единственный друг собака не очень, а с такими вызовами так может и случиться. Вандерлее это так не понравилось, что он выбежал в ринг и начал потасовку с Джексоном, после чего их поединок стал лишь делом времени. Своевременное бегство – это тоже победа, да вот только с клетки бежать некуда. Вселенная дала шанс двум парням выяснить отношения на Pride Grand Prix, но подложила тернистые шипы на их пути, ведь мужики могли встретиться только в финале, до которого еще нужно было дойти. Рэмпейдж на Pride 26 победил техническим нокаутом Михаила Илюхина. Затем на Pride FC в тяжелой борьбе раздельным решением судей забрал победу у Бустаманты. Ну а 9 ноября 2003 года, уже непосредственно на Pride Grand Prix, в первом бою Джексону пришлось сразиться с легендой UFC Чаком Лиделом, которого Квинтон переехал танком. Кстати, после этого боя Чак вернулся в UFC и больше никогда не выступал в Pride. А Рэмпейдж ждал второго финалиста, в надежде, что это будет Силва. Путь Силвы к финалу был не менее ярким. Сначала на отборе он победил местную звезду Казущи Сакурабу, а в первом бою Гран-при ему достался в соперники олимпийский чемпион по дзюдо Хиде Хико Йошида, с которым они показали лучший бой 2003 года, в котором единогласным решением победил Силва. Деньги не зло, ведь зло так быстро кончаться не может. А вот интересные бои могут. Первая встреча между гладиаторами состоялась 9 ноября 2003 года, в финале Pride Grand Prix. Этого ждали многие, но больше всех сами бойцы. Чаши Весов изменчивого бога ММА склонялись то в одну, то в другую сторону, но со временем свою решающую роль сыграли колени Силвы, которые раз за разом разбивали защиту Джексона, который проявил невероятную стойкость и не падал, пока рефери не остановил бой. Нужно отметить, что мужики, несмотря на вражду, после боя проявили взаимное уважение. Пригласить в гости легко, да потом выгнать трудно. Так и бойцам. Выйти в ринг не сложно, сложно оттуда уйти на своих двоих. Вандерлай в следующем бою отправил в нокаут Икухиса Минова, затем расправился с Юки Кондо, после чего в ринг уже зашел Рэмпейдж и вызвал убийцу на реванш. После поражения Силве, Джексон не сидел в глубоком запое, а провел два боя, также досрочно победив Минову и отправив в нокаут Рикардо Арона броском. Вторая встреча между монстрами состоялась 31 октября 2004 года на Pride 28. Это было мега событие, которого ждал весь мир. Первым в клетку вышел Джексон и в ринге позвонил в скорую, чтобы они прислали карету за телом Силвы. Когда в ринг поднялся Вандерлей, он не сказал ничего, все читалось в его глазах. Жажда крови и готовность убивать. Даже стеклотара не сдается без боя, что уж говорить про таких гладиаторов, как эти мужики. Первый раунд был феноменальный. Огромное количество обмена жесткими ударами и серийная работа, на которую больно смотреть, не то что получать. Под конец первого раунда Куинтону удалось хорошо попасть в челюсть и Вандерлей поплыл. А затем у Джексона были все шансы закончить бой, но стальная башка Силвы смогла устоять до гонга. Второй раунд начался не менее агрессивно, чем первый. Снова зубодрабящие удары, переводы от Джексона с добиванием и сокер-кики от Силвы. Но под конец раунда свое решающее дело снова сделали колени бразильца, которыми он и отправил Куинтона в глубокий нокаут. Думаю, вы, как и я, должны быть в восторге от уважения бойцов друг к другу после боя, несмотря на всю злость и ярость перед поединком. Кстати, этот бой был признан лучшим в 2004 году. Бывает, едет одинокая девушка на море и сама не отдыхает и другим мужикам не дает. А наши гладиаторы перед очередным реваншом тоже отдыхать не собирались. А наоборот, накапливали опыт и силы целых 4 года. Джексон успел повыступать в UFC, снова победив Тамчака Лидола. А вот у Силвы дела пошли не очень хорошо. И после 4-х летней беспроигрышной серии он начал часто проигрывать. В том числе, свой последний бой в Прайд он проиграл нокаутом Дэну Хендерсону. Но все-таки мир дождался третьего боя между двумя уссурийскими тиграми 27 декабря 2008 года в Лас-Вегасе на UFC 92. Мужики снова не подвели и на взвешивание устроили потасовку, подогрев интерес к бою еще больше. Но как старый волк силен только своими рассказами, так и этот бой был лишь бледной тенью двух прошлых противостояний. Уже на третьей минуте первого раунда Джексон четко попадает левым сбоку и наглухо выключает силу, забирая первую победу в противостоянии себе, делая счет личных встреч 2-1. Смерть коня праздник для шакалов, а старость лучших бойцов это дорога молодым. С 2013 по 2017 года Силва вообще не дрался, но боссы Беллатора предложили жирный контракт в надежде вернуть в клетку легенд олдскульных заруб, хотя идея конечно не очень. В 2017 году Вандерлей проиграл Сонену судейским решением, а 29 сентября 2018 года вышел в клетку против Джексона, который также уже далеко не блистал и выступал один-два раза в год с последней их встречи. На удивление многим сам бой начался очень резво. Бойцы осыпали друг друга жесткими ударами и держали хороший темп, несмотря на то, что обоим уже за 40. Но под конец второго раунда правая плюха от Куинтона поставила точку на этом противостоянии, сделав его результат ничейным за 15 лет соперничества. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках! Продолжение следует...